приветствую вас сегодня снова ролик посвящен созданию собственного варианта установщика компонентов для печатных плат и конечно же за это время я достаточно сильно продвинулся вперед поэтому мне есть что сегодня вам показать но в начале я предлагаю обсудить достаточно такую животрепещущую тему потому что в прошлом ролике было очень много комментариев посвященных схемам освещения и даже завязалась такая вот небольшая дискуссия поэтому мне хотелось бы начать именно с этого из многих комментариев здесь я привожу только 6 и если кратко то те кто предлагал использовать поляризационные фильтры они проиграли ну то есть вот из учебника физики следует что так они не работают выиграли но опять таки на мой субъективный взгляд те кто предлагал ставить источник света таким образом чтобы его отражение не попадала в объектив камеры это как выясняется самое правильное решение и тут у эдуард дает две ссылочки на два интересных сайта на которых можно этот процесс немножечко моделировать первый сайт это lighting advisor и здесь это условно все ориентировано на машинное зрение вот слева схемы освещения их тут несколько есть условно этом бутылка пластиковая и показано как эта схема действует причем источник света можно по отодвигать вместе с камерой от объекта посмотреть как это работает действительно иногда это заметно ну и вот четыре детали то есть можно бутылку можно печатную плату но она правда не такая наглядная поэтому давайте вот попробуем здесь но первая схема освещения это возле камеры совсем неудачная как вы видите вот некоторые элементы они просто пересвечены явно пересвет из того что мне понравилось очень понравилось вот с этим полупрозрачным зеркалом смотрите как интересно получается и даже вот на допустим 100 миллиметров но вполне себе все это можно различить все хорошо и границы видны ну надо конечно же пробовать но тем не менее вторая схема меня удивило я думал что вот этот домик у которого светодиоды расположены внутри они светят на купол и потом переотражаются здесь эффект конечно очень интересный здесь очень четкая граница и конечно же это имеет прям право на жизнь даже вот на большом расстоянии до когда уже ослабевает все равно границы остаются четкими и это надо будет конечно взять себе на вооружение несмотря на то что этот домик получается достаточно такой высокий объемный в принципе ну вот кольцевая до на лампа как она реализована у меня до в принципе здесь справедливо нарисовано что да у нее есть недостатки когда она близко больше идет смотрите со сторон когда она далеко начинают бликовать то есть ее кольцевую лампу надо делать как можно шире и располагать как можно ближе к объекту и в этом есть конечно же доля правды потому что можно посмотреть на второй сайт и здесь камера and lighting system здесь человек показывает на реальных примерах то есть первый случай вот у него камера и осветители по бокам можно даже посмотреть это вот так поближе то есть получается вот объектив камеры и вот так стоят лампы то есть они хочешь не хочешь по-любому попадут в поле зрения этой камеры и в принципе ну то что и следовало ожидать у нас есть от этих светодиодов вот они вот отражение то есть портят картинку хотя хотя вот в том месте допустим если взять вот те же светодиоды или резисторы где непосредственно мы хотим их взять вполне неплохое изображение у него кстати здесь можно обратить внимание две картинки это не поляризованный а вот в данном случае и на источник света и на на объектив камеры одет поляризационный светофильтр ну и как мы видим это не спасает ситуацию потому что все равно отражение вот тут бликует или часть контактов полностью не видно ну принципе что и следовало ожидать второй вариант это вот можно видеть вот этот вот купол такой вот куполочек но светодиоды расположены тут два варианта будет с куполом 1 и 2 в первом варианте светодиоды стоят близко не сильно расставлены по бокам во втором как мы видим они сильно расставлены и давайте перейдем посмотрим на варианты не сильно расставлены и картинка у него фотография выглядит таким образом здесь отражение и пересвет и хотя вот реперная точка в видно достаточно четко здесь точно так же она четко видно а вот ну в пленочной упаковке ладно мы на деталь смотреть не будем в принципе и и хоть как-то можно еще засечь а вот смотрите второе освещение это когда лампы оставили пошли и то есть напечатали вот такой домик и камера распрятана от прямого света в объектив и результат ну очевидно он лучше несмотря на то что кое-где блеск такой вот сохранился в общем-то и детали видны достаточно четко и как бы реперные точки тоже видны в общем-то какой из этого вывод действительно правы те были из подписчиков этого канала кто советовали поставить источник света как можно больше разнести его как можно дальше а там дальше в общем то есть какие-то светоотражающие элементы это уже не столь важно в общем источники света это еще то над чем предстоит экспериментировать еще с чем придется еще достаточно долго биться ну и конечно же всех интересует цена вопросов во сколько же это все удовольствие и красота вылилось здесь мне честно говоря повезло вот часть комплектующих достаточно большую часть мне отдал эдуард и мы с ним сошлись на восьми с копейками там тысячах рублей то есть принципе но это адекватная цена и вот здесь можно просмотреть сейчас конечно цена чуть-чуть подросла она там колеблется там плюс-минус это не так страшно значит помимо восьми тысяч рублей примерно в 4000 рублей мне обошлись валы и все прочее только с то что касается вот круглых валов и соответственно небольшие затраты на лист на краску на прочее ну и два килограмма пластика для принтера в сумме у меня получается где-то в районе 15 16 тысяч рублей это вот с тем что я уже каких-то больших трат на станок я их уже не вижу честно говоря то есть мне остается сделать совсем не так много я сюда не беру питатели потому что это отдельный будем считать проект ну и соответственно так как вот получилось что и у меня и у эдуарда сложился целый список поставщиков то вот такое вот со ссылками на алиэкспресс то есть двигатели вот здесь есть который с полым валом на восьмой двигатель и мне и прочее и вот крепление на вал то который я использую она тоже но вполне адекватных цен вполне адекватный ценник поэтому кто захочет это будет прикреплено все к описанию этого видеоролика но давайте вернемся к станку вот видно уже одетые шкивы здесь уже есть вал который будет синхронизировать оси y и g2 станок достаточно большой поэтому вот есть такой вал это обычный 5 миллиметровый значит алюминиевый проток купленный в леруа мерлен у него в торцах есть просверленное отверстие для того чтобы фиксировать не на него собраны все шкивы будет вот точно так же на каком-то креплении крепится мотор но я вот сейчас пытаюсь это все моделировать соответственно здесь же будут ремни вот с этой шестерни вот туда и туда и будет какое-то крепление для того чтобы ось x перемещать вот вдоль этой направляющей мне тут немножечко повезло и мне достался вот такой вот рукав гибкий он получается 10 на 20 миллиметров и он будет у меня всю вот эту вот огромную кипу проводов тянуть вдоль оси y получается ну и разумеется вот уже тут смонтирован можно видеть справа на оси z смонтирован воздушный клапан то есть ну постепенно 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 вся механика будущего станка она приходит в норму здесь уже и заменены привода вот с обратной стороны можно видеть и уже натянутый имень и уже можно видеть как все это потихонечку протягивается в короба для того чтобы уходить в подполье этого станка ну и вот так все это засинхронизировано это уже хорошо достаточно двигается ось получилась длинная поэтому вы кстати видите здесь ее поддержку вот в виде такой вот промежуточной стойки ну и остается сделать тут по мелочи тут сейчас крепление будет печататься будут печататься крепление для помпы все-таки она будет стоять на каретке и вот в подвале разумеется собирается электроника будущего станка здесь и блок питания и здесь на ней же стоит рамс 14 то есть соответственно уже все это готовится и собирается и вот здесь у меня честно признаюсь случился прям творческий кризис я сидел тупил в дисплей и не мог придумать адекватное вот хранилище для сменных сопл то есть я не мог придумать как его спроектировать поэтому я так скажем попросил помощь друга и эдуард специально для меня изменил свою модель сделал ее таким образом чтобы она печаталась без поддержек она состоит из трех основных деталей вот такой вот домик для сопл разделительная планка которая монтируется сверху и она их зажимает ну и для того чтобы они сами не выскакивали из этого всего сверху крепится еще одна пружинка которую уж я ради какой-то вот красоты и идеи решил распечатать даже другим цветом домик и вот такой вот хранилище получилось чрезвычайно удобным вот примерно таким образом он выглядит в сборе здесь не хватает самой первой насадки для того чтобы хватать компоненты 0603 ну вот я собрал уж на тех шурупчиках что у меня были вот так это очаровательно и замечательно выглядит действительно залипательно пожалуй это самая красивая деталь у меня на станке ну вот единственное осталось дождаться одного единственного сопла пока она приедет из китая и будет мне доступны ну и собственно вот она смонтирована уже на станочке и здесь лишний раз подтверждается что вот это кусок шланги на зажиме он никуда не годится надо думать что там из силикона там делать честно говоря в первой версии этого видео в этом месте была такая достаточно большая лекция о том как что такое точность что такое точность позиционирования с какой точностью нам необходимо позиционировать те или иные компоненты а вот в этой версии я это все выкинул вырезал и мы можем видеть уже полностью собранный станок здесь уже установлена и помпа она подключена станок переехал в офис то есть на свое более-менее постоянное такое место жительства электрика его полностью готова видеоролики о том как настраивать плату рампс вот они ссылочка прям вверху будет висеть эдуард любезно снял эти ролики и про настройку рампс и о том как подсоединять куда подсоединять и я надеюсь он снимет нам и ролик про настройку open pnp ну а вот у меня какой-то вот первый этап пройден то есть сам станок физически он создан осталось сделать держатели компонентов и осталось в общем то на ноутбук который будет с ним совместно работать поставить программу open pnp настроить и можно уже попытаться раскладывать ну вот кстати можно видеть как он медленно и лениво уходит в внули то есть он ищет нули свои и спокойненько себе позиционируется я к сожалению выкусил отсюда офисный звук поэтому добро пожаловать ссылочки вот на ролике эдуарда они есть и в описании к этому ролику и были вот вверху спасибо вам огромнейшее за просмотр оставайтесь с каналом оставляйте свои комментарии ну вот какой-то этап пройден и я честно говоря вам вот хвастаюсь откровенно хвастаюсь и показываю как она работает но следующий ролик уже увидим как он раскладывает и как это уже работает